Не так давно мы обсуждали с вами 15 самых высокооценённых видеоигр современности, опираясь на данные рейтингового портала Metacritic. И в ходе обсуждения выяснилось, что среди номинантов было немало отстоя и проходняка, на которые многие бы даже не обратили бы внимания. Но как же так получилось? Пресса хвалит, а геймеры в ярости. Всё дело в том, что десятки ставят журналисты, у которых своё мнение, и которые вынуждены смотреть на игру с профессиональной точки зрения. А есть ещё такая штука, как нежелание портить отношения с уважаемыми людьми, а то обидятся и ключ больше не пришлют. Ну, а у геймерской аудитории какой профессионализм? Правильно? Никакого. Вот эти ребята режут, правда, матку везде и всегда. Другой вопрос – заслуженно ли? Так что сейчас я расскажу вам о 10-ти самых странно оценённых ПК-версий игр современности, которые журналисты хвалят, а геймеры ненавидят. Расставлять буду по разнице в оценке. Чем она больше, тем выше места. Продолжение после небольшой рекламы. Любите танки, но надоело кататься на антикваршине? Выход есть, качая War Thunder – самое современное явление в жанре танковых симуляторов. На танки здесь можно навесить модули композитной брони, они могут похвастаться ПТУРами, активная система динамической защиты, возможность уставить дымовые завесы и многим другим. Кроме того, вас порадует отличная физика, графика, огромный парк боевых машин, выполненных с предельным вниманием к деталям. А ещё здесь есть продвинутая система повреждений, аналогов которой вы не встретите больше нигде. Качай игру бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы. 10 место. Destiny 2. 83 балла пресса, 4.3 балла геймеры. Разница 40 баллов. Первая судьба долго регламировалась, взлетала с яркими фейерверками и музыкой, но потом совершила довольно жёсткую посадку. Игру заругали геймеры, и журналисты в целом оказались не в восторге, но с приходом второй части, кое-что изменилось. В Activision, видимо, решили плотнее поработать с прессой и усилия не заставили себя долго ждать, почти восторженные оценки. И действительно, было за что, игра объективно стала лучше. Графика улучшилась, мир увеличился, заданий стало больше, сюжет привнёс новые вызовы. Вроде бы всё нормально, придраться не к чему, но геймерскую общественность не проведёшь. Ребята вспомнили былое, и наставили игре нехороших оценок, вспомнив шутеру, и аркадность, и однообразность геймплея, и вырезанный, загодя контент, и многое другое. В итоге получилось, как получилось. 9 место. Need for Speed Rivals. 76 баллов пресса, 3 и 4 балла геймеры. Разница 42 балла. Вы будете смеяться, но да, эта игра от Electronic Arts, которая, конечно же, здесь будет не последней. Итак, пресса не то, чтобы была в восторге, но оценки выделила довольно крепкие. Журналисты восхитились большим открытым бесшовным миром, интересным мультиплеером, красивая графика, детализированными моделями автомобилей, реалистичными погодными условиями, звуком и тому подобными моментами. Ну, а о самом интересном – о 30 FPS, и это для ПК, почему-то никто не сказал. Игра запускалась только с 30 кадрами в секунду, не больше и не меньше, и это в 2013 году, не так давно. Ещё там возмутились однообразными миссиями, снижающими реиграбельность и безумной аркадностью. Серия катилась к своему закату. Дальше будет хуже. 8 место. Arkham Knight. 70 баллов пресса, 2,7 баллов геймеры, разница 43. Здесь получилось просто феерично. Если бы я был главой Международного комитета видеоигр, я бы собрал журналистов, ведущих изданий, писавших рецензии на ПК-версию данной поделки, и задал бы им один простой вопрос. Граждане, а как вам насчёт оптимизации, всё ли нормально? И мне было бы очень интересно посмотреть в их бесстыжие глаза, и послушать, что они скажут, но комитет ещё не учредили, так что спросить не удастся. Ну и без вопросов всё ясно, журналисты тупо закрыли глаза на то безобразие, которое творилось с игрой, играть в которую было невозможно. Геймеры, конечно, не были стеснены какими бы ни было обязательствами, поэтому все недружно повалили на рейтинговые ресурсы, и напихали игре двоек и единиц, за совершенно убогую производительность и огромное количество багов. И даже последующее исправление не спасло эту игру от вечного позора. 7 место. ArchEdge. 80 баллов пресса, 3,6 баллов геймеры. Разница 44. Довольно внезапно. Да, перед нами MMORPG. В чём же причина столь сурового расхождения во взглядах? Журналисты отметили огромный песочный мир, кучу бесконечных непредсказуемых событий, отличную графику, ну и бесплатность условную, конечно же. Но геймеров не проведёшь. Вообще, мало в мире есть MMORPG, которые в состоянии набрать высоких оценок. Люди отыгрывают по 1000 часов, а потом ставят минус с мотивировкой «надоело» или «отняла лучшие годы жизни». Нашлись критики и тут. Игре вменили в вину геймплейный перекос в сторону игрового магазина, как следствие уничтоженная экономика, спамеры и ботоводы, пытающиеся заработать, и неадекватная администрация, банящая людей по каким-то только ей самой известным правилам. В общем, не угодили. 6 место. Street Fighter V. 74 балла пресса, 2,9 балла геймеры. Разница – 45. И ещё одна игра, которую оценивали либо глубоко заангажированные люди, либо те, которые понятия не имели, о чём пишут. Воспоминая сейчас те журналистские отзывы, представляется ситуация очень похожая на ту, которая сформировалась, когда пресса массово вываливала рецензии на пятую часть Уличного Бойца. Представьте, что один человек встретил другого, у которого имеется какой-то очень заметный и неприятный физический изъян, вроде родимого пятна на пол лица. И первый человек, соблюдая приличие, ведёт себя, как ни в чём не бывало, хотя внутри содрогается, конечно, и жалеет беднягу. Тут сложилось именно такое впечатление. Игру не стали ругать за то, что в ней была куча болезней, присущих ранней альфа-версии. Просто приличия ради. Но геймеры были далеки от соблюдения благородных манер и рассказали обо всём, что думает. 5 место. Diablo 3. 88 баллов пресса, 4 балла геймеры, разница – 48. Пресса рассыпалась в реверансах перед этим проектом. Ну, как же? Ведь сама Blizzard запилила игру. Новую часть легендарного сериала о Blizzard халтурой не занимается. Но выяснилось, что очень даже занимается. За несколько недель до релиза в сети была куча историй, фотографий и рисунков на тему. Выходит третья Diablo. «Я увольняюсь, развожусь и бросаю учёбу, чтобы пройти игру». Но потом сложилось такое впечатление – журналисты просто побоялись выступить против того ажиотажа, который сами же и создали. Так бывает, когда хвалишь что-то заочно, хвалишь, а потом, когда получаешь и обнаруживаешь, что оно не такое уж и хорошее, перестать хвалить уже не можешь, ведь на тебя смотрят другие, которые помнят, что ты говорил раньше. Поэтому ты продолжаешь старую волынку. Геймерам было наплевать на эти условности. Они рассказали и про обязательную привязку к сети, и про заточенность на внутриигровой магазин, и про линейную прокачку, и про убогий сюжет, и многое другое, в итоге посоветовав ещё раз сыграть во вторую часть. Четвёртое место. Call of Duty Modern Warfare 3. 78 баллов пресса, 2,7 балла геймеры, разница 51. Тут всё закономерно. Зов Долга – наверное, самый ненавидимый игровой сериал мира, самый ненавидимый и самый покупаемый, такой вот парадокс. Из года в год журналисты, подогретые Activision, ставят игре высочайшие оценки, и все эти, о боже, 10 из 10 перекрываются нулями и пальцами вниз от геймеров. Но эта часть отличилась круче остальных. В целом, игре не хватило души, творческой искры и оригинальности. Такое впечатление, что делали её глубоко уставшие и апатичные люди, но журналистам всё равно понравилось. Понравилось бы и геймерам, но когда случился релиз, они выяснили, что мультиплеер здесь никуда не годится. Отсюда и столь провальная оценка. 3 место. FIFA 18. 81 балл пресса, 2,9 балла геймеры, разница 52. И ещё один сериал, который постоянно получает неприличные оценки от геймеров, но, тем не менее, сериал продолжает существовать, зарабатывая огромные деньги. Тут одна игра вышла, её закритиковали, и всё, продолжения не будет. А FIFA живёт и здравствует. И точно так же, как и в ситуации с Call of Duty, налицо мощное расхождение мнений, существующие годами. Журналисты справедливо хвалят игру за технический прогресс, картинку и новые режимы. А геймеры за скрипты, гандикап и несусветную аркадность. С Football Manager, кстати, ситуация аналогичная – не везёт виртуальному футболу с поклонниками. 2 место. Company of Heroes 2. 80 баллов пресса, 2 балла геймеры, разница 60. Не знаю, как вам, а лично для меня это был настоящий сюрприз. Никак не ожидал, что данная игра сможет взять серебро нашего хит-парада. Вкратце предыстория такова. Игру запретили в России, потому что она фальсифицировала историю Великой Отечественной войны, и вообще оскорбляла память наших предков. Всё было действительно так. Более паскудной и мерзкой игрульки, которую сделали неполживые и толерантные канадцы, сложно себе представить. Но самое странное – это то, что оценку ей опустили далеко не россияне, а вовсе даже все, включая американцев. На данный момент игра имеет двойку после 5,5 тысяч оценок. И, конечно, частично, так сказать, захейтили её наши тоже, что радует. Могут, когда захотят. И по делам. А кроме идеологических помоев, реабилитации нацистов и повторения пропагандистских плакатов Геббельса, игра ничем не запомнилась, несмотря на то, что демократическая пресса, конечно же, была в восторге. Ну и, наконец, первое место, что бы вы думали, Star Wars Battlefront 2. 72 балла пресса, 0,9 балла геймер, разница 63. Да-да-да, по-другому-то и быть не могло. Возможно, когда-нибудь, много лет назад, была игра, которая имела ещё большую разницу в оценках прессы и геймеров. Но зачем нам какой-то пепел истории, когда есть такая вот конфетка? Демократические, честные американские журналисты, как и положено в стране, с полной свободой слова, если, конечно, рука рынка не мешает. Рассказали о том, что игра – не шедевр, но можно играть. Кое-кто даже ставил оценки, близкие к максимальным, и всё было хорошо, пока игра не попала под волну так называемых бомбящих отзывов. Геймеры взбесились по поводу микроплатежей ещё за несколько дней до релиза, копили ярость, раздували её в блогах и на форумах, как могли, а потом, когда случился релиз, за несколько часов игра получила несколько тысяч оценок, которые смешали её с одной известной овсемным субстанцией. Скандал был настолько велик, что даже некоторые игровые издания, опасаясь не попасть в тренд, задним числом меняли оценки в своих рецензиях. Конечно, Battlefront 2 не заслужил такой отметки, став объектом, так сказать, хайпа, но никто его создателям не виноват. Сами напросились. Это были 10 игр современности, которые имеют наибольший разрыв в оценках прессы и геймеров. В список очень хотели войти, но не вошли Far Cry 2, Mass Effect 3, Dragon Age 2, Evolve, Watch Dogs, Total War, RIM 2, Everybody's Gone to the Rupture и ещё много других. На этом всё. Играйте только в хорошие игры, и пусть никто не уйдёт обыгранным.